МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Круглосуточно. 24 на 7. Запомните и звоните. 622-522-610-836. Попал под колеса авто и скончался. На Новозаводской в минувшие выходные случилось смертельное ДТП. Последствия которого еще раз доказывают, насколько важно соблюдать правила дорожного движения. Мужчина на авиа сбил 80-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Все случилось в 50 метрах от подземного пешеходного перехода. Прибывшие к месту медики в карете скорой помощи оказали пострадавшему всю необходимую первую помощь. Но, увы, все оказалось напрасно. Пенсионер скончался, так и не придя в сознание. В понедельник на Новозаводской произошла еще одна авария. Правда, на этот раз никто не пострадал. Столкнулись Рено и ВАЗ-2110. Водитель Рено, совершая разворот на своем автомобиле, не убедился в безопасности маневра и спровоцировал удар с Ладой. Десятка на полном ходу врезалась в переднюю водительскую часть иномарки. Несмотря на серьезные механические повреждения, участники ДТП отделались испугом и ссадинами. С места аварии автомобили были эвакуированы с помощью спецтранспорта. Оформлением происшествия занимались аварийные комиссары. Еще один наезд на пешехода был совершен на Московском проспекте. Владелец десятки сбил 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был сильный. Гражданка упала на асфальт и жаловалась на плохое самочувствие. Ее осмотрели врачи, которые подоспели буквально через несколько минут. Женщину погрузили в карету скорой помощи и доставили в городскую больницу. Уважаемые водители, снижайте скорость перед пешеходными переходами. Пешеходы, в свою очередь, будьте предельно бдительны при пересечении проезжей части. Десять суток административного ареста получил тольятинец за пьяную езду. Мужчина на ладе устроил погоню от сотрудников ГИБДД в Центральном районе. Не справившись с управлением, нарушителя занесло, и он наехал на бордюрный камень, после чего был задержан сотрудниками ДПС. Оказалось, что задержанному всего 24 года он был пьян и, ко всему прочему, не имел прав. Гражданин отказался пройти медосвидетельствование на месте. На него было составлено сразу несколько административных протоколов. Ему было назначено наказание в виде десяти суток административного ареста. Если вы стали свидетелями фактов управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, просьба передать устную информацию по телефону 22 80 05 в дежурную часть ГИБДД. Субтитры создавал DimaTorzok